биткоин опять идет на дно и снова именно такие видосы мне предлагает ютубчик кстати shout out каналу блаблакрипто тоже хороший контент давайте посмотрим так ли это что мы видим да у нас есть отвержение от 0 5 уровня по фибоначчи в рамках коррекционного движения закрытия вот этого падения да и прямо сейчас мы видим как bitcoin отваливается при этом также что мы можем здесь видеть что мы на самом деле просто вернулись на ретест линии сопротивления которую долго не могли пробить вот здесь вот здесь вот здесь после чего пробили и сейчас вернулись на ретест так что это все еще может быть не глубоким дампом ребята опять же у нас есть вот такое здесь подобие восходящего тренда по низам поэтому я думаю что сейчас паниковать рано и вообще даже не нужно а нужно посмотреть на кое-что другое отдалившись друзья на более интересный макро таймфрейм который называется недельный и посмотреть при этом не на bitcoin и не на smp она самые ребята важные но кроме золота наверное локомотив вообще актив всех времен и народов это индустриальный индекс dow jones и что мы здесь можем увидеть друзья при ближайшем рассмотрении о чем вообще никто не говорит и я хочу выразить большой респект моему другу тону вейсу потому что я вчера у него на стриме на англоязычном на его канале это услышал вы вообще в курсе ребят что индекс dow jones который является локомотивом американской бирже он сейчас находится всего-то на 10 процентах от all-time high на десяти процентах давайте еще раз повторю индекс dow jones индустриальный индекс находится всего на десяти процентах от своего гребаного исторического максимума если вы посмотрите где он был только что он был то в принципе на 6 процентах от all-time high то есть грубо говоря он был там где биток я не знаю ну на скольки это на 60 тысяч долларов он был понимаете биток но с учетом его волатильности ладно 55 тем не менее это даже не там где smp и о чем это нам может говорить ребята да конечно же сейчас еще ввиду обостренной ситуации в мире сейчас промышленность в том числе военная как бы это тоже может давать толчок dow jones но тем не менее ребята посмотрите еще что самое интересное если мы отдалимся вот так вот на разрез там последних десяти лет что мы здесь видим что у нас был корона дамп это самое большое такое скажем волатильное движение да и по рысаю тоже но здесь другая интересная штука что по рысаю посмотрите у нас тут реально такое конечно сову на глобус называется но тем не менее подобие головы и плечей посмотрите подобие головы и плечей наверное на двух недельки это будет более до ярко выраженной соответственно вот это такие у нас с вами вот такие вот голова и плечи где цена растет а индикатор падает то есть это еще и скрытый бычий дивер короче друзья что хочу сказать что сейчас на ожиданиях толпы что мы в медвежьем рынке очень вероятно что все это пойдет сквизить наверх у меня кстати знакомых очень много полегло на марджин трейдинге на фондовом рынке вот здесь шарте dow jones и шарте smp короче я больше согласен сейчас с менее популярным мнением короче с тем мнением что это еще не вершина рынков это все затянувшаяся такая коррекционная четвертая волна потому что посмотрите дорогие друзья ну во первых я напоминаю вам что у нас на недельках на см пихе первый за 6 лет бычий дивер все предыдущие за там 30 лет по моему 4 этих бычих дивера точнее это 4 их всего было 3 все отработали идеальнейшим образом последний такой был в 2016 году но это двухнедельный таймфрейм поэтому здесь не видно я уже не буду переключать сейчас чтобы вас не путать короче это 100 это реальная тема так вот меньшее количество аналитиков сейчас ожидают того что мы увидим перри хай но вдумайтесь сами смотрите фрс напечатала уже кучу долларов как бы при этом поднимая ставки в мире до полный пипец но денежная масса растет просто невероятным образом вот я сейчас в аргентине тут один доллар сейчас стоит почти 200 песо это только по официальному банковскому курсу а на улице все их меняют по триста двадцать по триста сорок уже то есть два раза потому что банки их грабит типа забирают обратно госдолг и так будет везде вы поймите доллар то это ничем не лучшая бумажка чем все остальное он сейчас кстати рубль вроде разворачивается там поэтому любая фиатная валюта это полная скаме ну как бы это хрень это ваш это блин как вы это не понимаете это вам государство дает как бы ну бумажку чтобы выходили короче я уже устал это объяснять если вы это не понимаете то прочитайте мастер маргарита варьете воланда рассказ вот а крипто это реальная тема и если мы с вами сейчас видим на этих графиках что доу джонс уже практически про переписывают all-time high при этом видите что он сделал он как бы уже w пробил наверх то сэм пиха пока еще w наверх не пробила вы прикиньте сколько на шортах там сейчас ликвидности будет лететь наверх а биткоин я уж вообще молчу если мы здесь посмотрим биткоин то он вообще раз где-то вот здесь находится понимаете внизу поэтому здесь что важно еще вернувшись к доу джонсу мы его вообще редко с вами смотрим но раз уж сейчас он у нас впереди планеты всей впереди рынка всего надо понимать что вот он как бы выпал на самом деле он как бы выпал на самом деле из этого нисходящего расширяющегося канала или как угодно там не назовите тем не менее он про он выпал из него наверх в смысле пробился да выпал и сейчас бэктестит это как поддержку так же как и биток который сейчас бэктестит уровень 17 400 как поддержку помните мы об этом тоже с вами говорили поэтому друзья торгуем осторожно все ссылки в описании мои позиции все еще открыты но я их частично разгружаю постоянно и догружаю поэтому вы торгуете лучше сами как считаете нужным вот я за bnb смотрю потому что bnb конечно в целом шорт собирается я жду по bnb хорошего такого сквиза типа вот такого чтобы зайти по нему в шорт да вы не ослышались гриня зайдет в шорт напишите пожалуйста в комментарии что вы думаете о рынке пойдем ли мы на перехай или это все тузо дно только что смотрел стрим ридвана большущее уважение кстати ему и каналу дженезис они сделали большой офигенную такую статью с он чейн анализом по всем метрикам и большой стрим как раз по этим метрикам если хотите посмотрите на канал на канале у ридвана ну и здесь грубо говоря тоже восемь из десяти девять из десяти в сухом остатке говорят за то что это long говорят за то что мы пойдем наверх и даже если это не ультимативное дно как я понял ридван ждет еще чуть ниже биток но перед этим хороший сильный отскок и это абсолютно нормально ребята это то же самое о чем я вам и говорил вот в предыдущих видео если вы помните вот у нас у битка грубо говоря тупо средневзвешенные значения за этот год за два это вот эти уровни 30 40 тысяч он вполне себе может туда вернуться даже в рамках отскока после такой гигантской скрытой бычей дивергенции после еще одной кстати вот здесь меньшей бычей дивергенции скрытой и после явной бычей дивергенции который мы наблюдаем с вами прямо сейчас все еще на недельном тайм-фрейме так что всем удачи профитролей не забывайте фиксироваться выводить на холодильник и до следующей встречи пока а